Всем привет, меня зовут Олег Кругляк. Последние два года нейросети развивались бешеными темпами. И если для фотостокеров момент начала их бума был даже преимуществом, так как многие компании массово скупали огромные архивы стокового контента, то 2024 год – эпоха резкого пикирования вниз. Зачем искать на стоках нужный контент, который не всегда актуален именно для тебя, если нейросеть сгенерирует именно то, что тебе нужно, да еще зачастую и бесплатно? И сейчас я хочу поговорить о топ-5 нейросетей, которые убивают стокера. Чат ГПТ – самая известная и распространенная нейросеть. Ее жертвы в основном иллюстраторы, так как она отлично создает изображение с рисованным контентом. Эта нейросеть лучше всего понимает контекст того, что вы просите изобразить, и может вносить правки прямо в режиме общения, как если бы вы делали это, общаясь с сотрудником вашей компании. Кроме того, чат ГПТ отлично подбирает ключевые слова, так что ключевальщики тоже остаются не у дел. Из-за этого парня многие скоро лишатся работы, получив неожиданный удар судьбы. Миджерни – лидер по популярности в сфере создания изображений. Ее пища уже фотографы, так как ее новые модели делают очень реалистичные вещи. Причем в последнее время компания сделала упор не на вау-эффект, а на стоковость изображений. Многие скажут, что какой-нибудь флюкс лучше нее даже умеет в реализм, но по эстетике, картинке, сочетанию цветов и так называемому художественному вкусу ей нет равных. Просто посмотрите, какие картинки ежедневно генерируют пользователи. Каких-нибудь пару лет назад каждая из них стала бы произведением искусства. Рекрафт – это убийца в первую очередь, векторных художников и тех, кто делал макапы. Помимо генерации обычных изображений, она умеет делать векторные изображения в формате SVG за секунды. Отлично делает бесшовные паттерны и моментально меняет палитру изображения, если это нужно. Кроме этого, она умеет превращать любое фото и объекты на нем в макап, и вы спокойно можете нанести свой принт на любую поверхность. Она отлично учитывает особенности освещения и рельефа. Каждый день она предоставляет пользователям 50 бесплатных кредитов. Этого достаточно для создания примерно 25 изображений. Какие стоки смогут конкурировать с ней? По-моему, никакие. Идем дальше. Идеограмм. Идеограмма уничтожает в первую очередь дизайнеров. Пусть ее изображения не так реалистичны и детализированы, но она просто шикарно работает с текстом. Вы можете стилизовать текст под все что угодно и создать обложку, карточку товара, презентацию такого уровня, о котором пару лет назад не могли и мечтать. Даже за все деньги мира. Видеогенераторы. Сюда я хочу отнести сразу все известные видеогенераторы, так как у каждого из них есть свои особенности. Еще год назад видеогенераторы творили психодел. А сейчас делают качественные и реалистичные футажи. Gantri, Kling, Luma, Minimax уже сейчас могут предоставить пользователю контент, превосходящий по разнообразию видеостоки. Итак, мы видим, что нейросети не просто ворвались на рынок контента, а буквально переформатировали его. Они вытесняют традиционные платформы и ставят под вопрос будущее индустрии фотостоков. В 2024 году становится очевидным, что традиционные подходы в создании и продаже изображений и видео уже не выдерживают конкуренции с технологиями, которые развиваются каждый день. Но означает ли это конец для всех стокеров, иллюстраторов и дизайнеров? Возможно, наступает время адаптации и поиска новых путей в этом новом мире, где нейросети не враги, а мощные инструменты, способные открыть двери к новым возможностям. Мир контента меняется, и у каждого из нас есть выбор – бороться или использовать это изменение в свою пользу. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе всех новых трендов и технологий в мире контента. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова